Рыбалка это место, где каждый рыбак отдыхает в уединении с природой, но так бывает не всегда. Привет, вы на канале Ловим Рыбу и в этом выпуске я хотела бы вам показать видео, на которых рыбалка пошла не по плану. А прежде чем начать, я хочу, чтобы вы посмотрели на кнопочку подписаться под видео и если она еще красная, нажмите на нее, чтобы она стала серой. Итак, поехали! Дальний восток России. На Сахалине мужики отправились на рыбалку за очередным уловом. В какой-то момент они увидели, что к ним пришли необычные гости, хотя в этой местности вполне ожидаемы. Рядом с ними на берегу остановилась группа медведей. Они мирно наблюдали за рыбаками, которые их пытались задобрить рыбешкой. В общем количестве рыбаки насчитали 9 медведей. Встреча с медведями пришла в дружеской обстановке и никто не пострадал. В нашем следующем видео рыбак показал лайфхак ловли щуки на живца. У нас произошел конфуз. Щука укусила вас. Я вам отвечаю. Артемий, ты нормально себя чувствуешь? Да это нормально. Она тоже нормально. А что она как-то? Как? Как они-то? А у тебя ранетки-то живые. Она промазала. Орежки. Не, а что она реально что-то? Тема, ну а что она? Тема, может ножом вот. На, вот. На все деньги. Наоборот. Ё-ка, папа. Не отрежь там ничего себе. Я такой первый раз вижу. Я больше даже субами челкнет. Вот опять будет. Вот так бывает. В этом видео к рыбакам в Приморском крае вышел амурский тигр. Рыбаки долго уговаривали тигра уйти. Но он непоколебимо любовался красотами природы. Кисуня, иди гуляй. Иди. Иди погуляй. Дай удочки нам забрать. Мы рыбачим. Киса, видишь удочки? Мы сейчас заберем и уедем. Все, иди гуляй, иди. А вот эта машина стоит просто. Я не знаю, какие они еще есть. Это я. Всем привет. А он стоит вон тупо на речку смотрит. Он, блядь, либо какой-то выпущен откуда-то. Киса, кис. Иди гуляй. Иди. Вот это машина, ребята, я вам говорю. Я просто в шоке. Там будка, я не знаю, три наших. Он тупо просто сидит. Походил минут 10, пока мы удочки раскладывали. Наблюдал за нами в кустах. Ему интересно. Он молодой, походу. Я не понимаю, в чем дело. Просто вон он пошел. Унюхал что-то гарь машины, видать. Он уже охотится. Это просто пи***. Это пи***. Да, Дима просто идет. Посмотрите, какая красота. Это просто вообще. Насладившись видами, тигр взял дань с рыбаков в качестве ведра с уловом и ушел. Он вам какой-то пакет взял, жрет. Он галло... Ведро забрал, слышишь? Ведро забрал, отдай ведро. Набирай удочку, поехали. Ведро отдай. А вот еще один счастливчик пойман морского черта. Только не на удочку, а мягким местом. Однако руку в пасти хищника, как в предыдущем ролике, объяснить еще как-то можно. А вот как в пасть попала задняя точка опоры дайвера, это, конечно, загадка. Итак, очередное нападение. Черта. Итак, морской черт за жопу укусил. Вадима. Что? Подожди. Подожди. Вот это я взял. Ну, смотри. Страшно? Нет, не надо. Сейчас мы вытащим. Боишь, что он не запалится? Замки. Как-нибудь его можно шать? Нет, плавайте дальше, там выходите. В Бразилии местные рыбаки отправились на рыбалку. Проплывая мимо кустов, они увидели, что там что-то передвигается. Подплыв поближе, они увидели там огромную анаконду. В один момент анаконда начинает плыть в их сторону. Сложно представить, что испытывали рыбаки в тот момент, хотя она и находилась на безопасном расстоянии. СложноFF! Сложно��! Субтитры сделал DimaTorzok Сложно представить, что испытывали рыбаки, хоть они и находились на безопасном расстоянии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok